В эфире наши новости в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Еще одно уголовное дело по обвинению в экстремизме в Алтайском крае прекращено. На этот раз добрые вести касаются Антона Ангела. Его обвиняли в размещении в интернете картинок экстремистской направленности. О том, что уголовное дело закрыто, стало известно накануне из соцсетей. Сам Антон в телефонном разговоре с нами этот факт подтвердил, отметив, что узнал об этом почти случайно. Официально его не известили, а постановление о закрытии дела ему до сих пор не показали. Он предполагает, что это произошло из-за декриминализации 228 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом Антон Ангел отметил, что до сих пор не увидел тех самых картинок мемов, за которые его обвиняли. Теперь он намерен добиваться своей полной реабилитации. Напомним, за последние месяцы сразу несколько обвиняемых в экстремизме освобождены от уголовного преследования. Это Барнаулиц Данил Маркин, а также Мария Матудная, ныне проживающая в Европе. Группа вооруженных заключенных подняла бунт в новоалтайской колонии и даже захватила заложников. Правда, все это произошло в рамках масштабных учений. Их проводил спецназ для отработки навыков. Вживались в роли бунтарей их жертв не только оперативники, но и журналисты. По легенде учений, группа из 11 заключенных подняла в колонии мятеж, устроила пожары, требует послабления режима. Для подавления восстания стянулись силовики, психологи и бойцы спецназа. Всего более 200 человек. Конфликт пытались урегулировать путем переговоров, но условные заключенные непреклонны. В ход пошла сила. Под взрывы дымовых шашек, крики и лазь собак бунтарей берут в кольцо. Среди условных зачинщиков мятежа были журналисты. На них надели красные повязки, как опознавательные знаки, чтобы серьезно не покалечить. Пока вот только кольцо сжималось, все это казалось весело. Вот мы тут такие бунтари, все клево. Когда они подходили все ближе, когда у тебя под ногами взрываются эти шумовые бомбы или что это, уже нет никакого желания дальше сопротивляться. Ты дезориентируешься, вообще не понимаешь, что происходит. Захват и освобождение заложников в вечернем выпуске новостей они же все это видели своими глазами. Годы оккупации, партизанских поселений, фабрик смерти. Сегодня по всему миру отмечают день освобождения узников фашистских концлагерей. В Алтайском крае на сегодняшний день проживает 288 бывших узников. Из них в Барнауле 130 человек. Несмотря на преклонный возраст, они ведут активный образ жизни, проводят в школах уроки мужества. А сегодня в каждом районе состоялись митинги памяти с возложением цветов и минутой молчания. Главные герои мероприятия с болью в сердце, но рассказывают о тех страшных днях в заточении. Мы находились в партизанском отряде. В партизанском отряде, конечно, долго содержать не было возможности. Мы в течение года там были. Но потом вынуждены были в оккупированную зону вернуться. При выходе в оккупированную зону кто-то все же выдал, что мы партизанская семья. И нас сразу при фильтрации штабный допрос. В нашем вечернем выпуске бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей поделятся воспоминаниями и расскажут о том, какие чувства испытывает человек, вновь оказавшись на свободе. А вот оказаться участником массовой уборки города может каждый. Сегодня в Барнауле чистый четверг. Он проходит в рамках апрельского месячника санитарной очистки. Уборку будут проводить прежде всего там, где в прошлом году велись работы по благоустройству территории в рамках проекта «Комфортная городская среда». В железнодорожном районе города эта улица Молодежная. Сюда бросят силы студенчества. На площади Мира в Ленинском районе планируют взять в руки грабли и метлы представителей товарищей, собственников жилья, а также муниципальные служащие. А скверхимиков в Октябрьском районе приведут в порядок студенты и сотрудники горзеленхоза. Экологические акции, как сообщает официальный сайт города, пройдут также на пресечении улиц Ленина и Чкалова, на Аллеи космонавтов и не только. Всего на уборку города сегодня выйдет 13 тысяч человек и 62 единицы техники. А уже на следующей неделе, 19 апреля, в Краевой столице пройдет городской субботник. Участвовать могут все желающие. Они тоже желают, но пока удача не на их стороне. Алтей-баскет оказался буквально раздавлен в гостевой игре динамовцами из Ставрополя. Об этом говорит счет встречи 88-48 в пользу хозяев паркета. Особенно южане преуспели во второй четверти матча, когда оторвались их барнаульцев на неприличные 16 очков. Отыграть такой гандяка баскетовцы уже не смогли. Да, похоже, и не особо пытались. С каждым новым отрезком матча динамо только увеличивало отрыв. Это поражение для команды Бориса Соколовского стало уже девятым подряд. Сейчас Алтей-баскет занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и уже давно не борется за медали чемпионата. Через несколько часов начнется повторная встреча между этими же коллективами. А прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза Банка Восточный. А Ольга с бухгалтерии каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. Я такое платье увидела. Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до миллиона рублей под 9,9% на ваши цели. Восточный банк. Одобряем ваши желания. На всей территории края по-прежнему ясно. Прохладнее всего в Заринске. Там плюс 9. До 12 тепла в Славгороде, Алийске, Изменогорске. В Барнауле северо-восточный умеренный ветер. Днем до 10 тепла. А я напоминаю, телефон редакции Барнауле 722-440. Очередной выпуск нашей программы вечером. До встречи.